Дорогу под Уфой, которую блокировали морским контейнером, признали общей для всех. Конные скачки и парад семей, как в Благовеченске прошел Сабантуй. В Уфе появились велопатрули, которые могут останавливать самокатчиков. Чем еще они полезны? В Уфе вскрыли капсулу времени, заложенную полвека назад, о чем горожан просили авторы послания. Музей Шаляпина, который ждали 30 лет, открылся в Уфе. На что там можно посмотреть? Я почему возмущаюсь? Потому что это вопрос не в том, что выпили, а вопрос в том, что обманываете. Вот это вот самая несправедливая вещь. Во время очередного оперативного совещания Ради Хабиров отчитал главу Бакалинского района, который во время Сабантуя выпил вместе с гостями праздника. Хотя в этот день продавать алкоголь в районе было запрещено. Глава Башкирия назвал эту ситуацию обманом и несправедливостью и пригрозил чиновнику увольнением при следующем промахе. Я язык устал ломать на тему, что Сабантыя у нас безалкогольная. И глав муниципалитетов я каждый раз лично предупреждал. Вы несете за это ответственность. И самое главное, не вздумайте сами, когда приходят к вам гости, употреблять алкоголь. Потому что это обман и несправедливо. Значит, мы людей говорим, вы там не пейте, а мы тихонечко будем. У меня здесь замечательная красивая фотография есть. Олег Алексеевич Ефимов, Бакалинский район. Вот вы передайте, пожалуйста, Олегу Алексеевичу, что я делаю ему самое серьезное замечание. Значит, у меня фотография, как в Бакалинском районе руководители вы выпиваете в юрте гостевой. Так нельзя делать. Вы людей не обмануете. Ладно? И передайте ему, еще один раз такое будет, он будет искать другую работу вне пределов нашей республики. Еще одна проблема, которую затронул Хабиров – водоснабжение в Очелах. 9 июня из-за аварии на водозаборе Кургаш временно перекрыли подачу холодной воды в 160 многоквартирных домах. На сегодня ремонтная работа, вот сейчас сварочная, закончена. Сейчас приступим к заполнению системы. Вчера отработали, по резервной линии пустили максимальное количество воды, чтобы за ночь хотя бы заполнить. Ну, то есть, часть домов, чтобы хотя бы были с водой. Ради Хабиров напомнил, что три месяца назад он приезжал в муниципалитет с рабочим визитом, во время которого уже были сделаны замечания под действующему водоводу. В феврале Глава Башкирия характеризовал ситуацию как остро стоящая проблема. Водоснабжение в Очелах планируют возобновить уже сегодня, 10 июня, во второй половине дня. Были на совещании и более приятные темы. Чиновники подвели итоги посевной. Яровые культуры заняли более двух миллионов гектаров. Более миллиона гектаров отвели под зерновые и зернобобовые культуры. Половина посевных площадей отдана под пшеницу, остальные – под ячмень, овес и другие культуры. Рассказали о праздновании Курбан-Байрама. В этом году он пройдет 16 июня. 17 число объявлено в республике выходным днем. На следующий день меры, принятые при организации убойных площадок, исключают возможность ввоза неблагополучных поголовных на территорию республики. Все поголовные предназначены для жертвоприношения, заблагодаренно подвергались карантинным мероприятиям, идентификации и поставили на учет. В Уфе обряд на жертвоприношения на Курбан-Байрам проведут 16 июня на двух площадках, рассказали в управлении ветеринарии Башкирии. Одна из них расположена на территории Северного автовокзала, другая – около Цекрован в Зинино. В Уфе планируется принести в жертву около трех тысяч животных и восемь тысяч по республике. Так, глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников парировал желание жителей улицы Заповедной в Ногаево ограничить проезд по дороге, пролегающей мимо их домов. Они категорически против того, чтобы по ней ездили машины односельчан. Ситуация неоднократно накалялась. И проезд перекрывался самыми разнообразными способами, о чем наш телеканал уже рассказывал в своих сюжетах. В последний раз в качестве препятствия выступили шлагбаум и морской контейнер. 7 июня городские власти демонтировали преграду, поскольку дорога предназначена для общего пользования. Жители Заповедной, их оппоненты, а также чиновники встретились 10 июня в актовом зале местной школы для поиска компромиссов. Символично, что и в зале жители расселись будто по разные стороны баррикад, разделял их проход между стульгами. Одному из итогов встречи, дорогой по Заповедной могут пользоваться все жители Нагаева и перекрывать ее нельзя, аплодировала преимущественно левая часть зала. Но это далеко не единственный результат собрания. Дорога на улице Заповедной будет благоустроена, чтобы соответствовать всем необходимым требованиям. А движение большегрузов по ней запретят. Кроме того, эта проезжая часть будет не единственной магистралью в Нагаево. Их будет несколько. И они должны будут разгрузить поток автомобилей. Все это станет возможным благодаря проекту планировки и межевания. Дорога, которая сейчас от мечети уходит наверх, она будет отремонтирована. В этом году на ремонт этой дороги выделяется 49 миллионов рублей. Я могу точно сказать, что собственники собрались. И они эту дорогу тоже сделают. Дороги будет две. Соответственно, две транспортные артерии выгрузят всех на объездную дорогу. Более того, через Шмиттово в восточной части и Бурцево будет выезд на Бурцевскую развязку. То есть те, кто идут там с восточного выезда, не будут заезжать уже через Рощинскую. Им это будет просто неинтересно. 49 миллионов – сумма, собранная неравнодушными собственниками земельных участков в Нагаево. Заказчик проекта рассказал ЮТВ, что документы уже переданы на утверждение в администрацию города. Когда на них появится подпись мэра, можно будет приступать к строительным работам. В Нагаево также должны появиться две школы и объекты здравоохранения. По словам заказчика, ждать согласования осталось недолго. Как я полагаю, ну полтора-два месяца. И проект будет. Артур Бигнов, Игорь Яковлев, телеканал ЮТВ. В Благовещенском районе отметили Сабантуй. Праздник в честь окончания весенних полевых работ. Уже традиционно он прошел на Большом острове. Это живописное место недалеко от города, где часто проводятся крупные мероприятия. В том числе и всеми любимый Сабантуй. Для меня это больше ходить, пообщаться с людьми. Я живу в этом городе, и мне как бы интересно здесь. Кого-то целый год не вижу, могу встретить только здесь. Вот. Поэтому... А это один из моих любимых праздников Сабантуй. Это многодетная, крепкая, дружная, трудолюбивая семья. Каждый Сабантуй в Благовещенском районе не похож на предыдущий, отмечают организаторы. Изюминкой этого праздника плуга стали семейные династии. Мы в этом году сделали упор, в связи с тем, что год семьи, да, на семейные ценности. Были представлены большие семьи наших сельских поселений. Очень приятно видеть, когда они своей большой семьей выходят и показывают свое богатство, своих детей, внуков, правнуков. В этот день традиционно чествовали отличившихся аграриев Благовещенского района. Несмотря на непростые погодные условия в Башкирии, они справились со всеми поставленными задачами. В этом году мы засеяли на том же уровне, что и в прошлом году, 12 тысяч гектаров яровых. И всего, значит, у нас посевная площадь составила 32 тысячи гектаров. Я всегда об этом говорю, чтобы работник сельского хозяйства звучало гордо. Вот тогда у нас будет и хлеб на столе вкусный, и сметана будет, и творог, и все остальное. Получать награду всегда очень приятно, и мы рады, что именно весь город нас поздравляет с нашим праздником. Спасибо. Замечает наш труд, что мы в поле там вербатимся. Стараемся, увеличиваем посевные площади в этом году буквально на 10%. Также увеличивать будем клин озимых культур, будем работать высокомаржинальными культурами. Я уже привык. Не первая награда и не последняя. В Благовещенском районе поддерживают все направления в сфере сельского хозяйства. Ведь благодаря местным фермерам и предпринимателям развивается жизнь в населенных пунктах. Мы поддерживаем любые формы предпринимательства. Это как КФХ, юридические лица. Пытаемся вовлечь наши неиспользуемые земли в сельхозоборот. И, конечно, поддерживаем любые направления. В этом году, например, у нас выиграл конкурс «Агростартап». Это грант на сумму 5 миллионов рублей. Самая зрелищная часть Сабантуя – конные скачки. В этом году победителями соревнований стали Валерий Бекметов и его лошадь по кличке Фома. Вместе они уже становились шестикратными чемпионами в Благовещенском и Нуримановском районах. Секрет успеха – постоянные тренировки и правильное питание. Овес, не жалея по ведру утром-вечером. Сена хорошая, конечно, не гнило и не плесень. Впервые на Сабантуе прошел открытый турнир по панкратиону. Более 80 участников из разных уголков Башкирии. У Фастерли, Тамак, Шимбай и другие города и районы республики. К слову, соревнования по данному виду спорта будут традиционными на празднике плуга в Благовещенском районе. Эта новость порадовала ребят. Ведь панкратионом они занимаются не первый год и имеют немало достижений. Я стал шпионом Башкирии в этом году, а в 2023-м я стал призером России бронзовым. Я двукратный призер первенства России, двукратный победитель первенства федерального округа и многократный победитель республики Башкортосан. Как отмечают местные жители, для них Сабантуй – это больше, чем просто праздник плуга. Он объединяет людей и напоминает о культурном наследии. А для кого-то еще одна возможность познакомить своих детей с богатой историей как Благовещенского района, так и Башкирии. Мы видим, чем люди занимаются, как они развиваются. Людей с медалями видим. И городские дети видят лошадь, там вот козы есть. В этом году веселее для детей много, аттракционов, разных развлечений. Жизнерадостно, все так весело. Мы спели, народу понравилось, все хлопали. Ну, что еще надо для удовольствия? А погода какая, не жарко. Все прекрасно. Запевайте с нами песню, ту, которая звончей. Ведь и нам и в жизни легче, и в работе веселей. Бомбоубежище в Уфе продают за 12 миллионов рублей. Оно расположено в подвале промздания на Коммунистической 23 в историческом квартале, который в скором времени будет застроен высотками. Торги организуют Росимущество. Бомбоубежище площадью 903 квадратных метра осенью прошлого года сняли с учета как объект гражданской обороны. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 15 июля. Торги назначены на 25 июля. Ранее подобное бомбоубежище было продано на аукционе в Демском районе за 3,8 миллиона рублей, пишет РБК Уфа. 3 25-этажные высотки построят на месте домов около ТЦ «Ультра» в Уфе. Мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев утвердил проекты планировки и межевания участка площадью 62 гектара в Зеленой роще. Там будут построены 3 25-этажных высотки, 4 детсада, 5-этажная школа, гостиница, трамвайное депо и новый торговый центр. Ради этого снесут частные дома, гаражи и другие помещения на площади более 80 гектаров. Также в рамках проекта планируют продлить Айскую до Менделеева, а Степана Злобина до Айской. С наступлением лета пристально следить за порядком необходимо не только на дорогах, но и на тротуарах. Но в отличие от полноценной проезжей части, на пешеходной зоне это делается иначе. Нужно больше внимания уделять мелочам. Часто ставят машины так, что даже велик не проедет на парковке. Ну это не на парковке, а на тротуаре. Но они выходят из машины, я делаю замечания, чтобы, ну как, подобается, парковались. Не там, где закрещено, а там, где нужно. Радмир велопатрульный. Он выходит на центральные улицы Уфы, чтобы оценить их состояние. А если что-то не в порядке, он фиксирует нарушения, чтобы в ближайшее время его исправили. Такие велопатрули – новый пилотный проект Центра организации дорожного движения. Социальный проект выражается в том, что при необходимости оказывать помощь населению, это медицинская помощь в связи с такими погодными условиями. При себе велоэкипаж имеет медицинскую аптечку, запас питьевой воды, ну и сотовую связь при необходимости вызвать экстренной службой города. Уфа является миллионником городом. Такой проект уже существует в городе Москве. Мы второй регион после Москвы. Хотели бы все это осуществить, реализовать и в дальнейшем наращивать темпы и увеличивать количество велопатрулей. Были свободные вакансии, и работу было нужно, как-то предложили, ну, через знакомых. Работа интересная, помогаю людям. Аптечка, естественно, надо проверять. Почему она? На случай, если человеку станет плохо на улице или мне самому станет плохо, может пригодиться. А сколько ты уже катаешься так по городу? Около недели. А какой маршрут у тебя? Советская площадь, Пушкино, ну, более такие общественные места. Пушкино и вот пересечение Пушкино и закивы людей. Кроме помощи горожанам, в обязанности патрульного входит, например, наблюдение за состоянием дорожных знаков и светофоров. К тому же Радмир Ахмеров может сделать замечание нарушителю ПДД. Будь то пешеход, водитель или человек на самокате. Но может ли он добиться большего? Ведут пропаганду по безопасности дорожного движения. Как нужно, как переходить дорогу, останавливать, штрафовать не будет. Таких полномочий у него нет. Только, так скажем, пропаганда по безопасности дорожного движения. А как люди реагируют? Ну, естественно, не очень хорошо. Это нормально. Что говорят? Ну, типа, не попадайся на улицу, там еще что-нибудь такое. Но это не так страшно. У нас есть видеорегистратор. Так что ничего такого не будет. Сейчас, со слов Айнура Зайнулина, за порядком на Уфимских улицах следят только два велоэкипажа. Сам проект пока называют пилотным. А его будущее напрямую зависит от работы патрульных и результатов, которых им удастся достичь за теплый сезон. Ну, это в первую очередь отзывы граждан. Положительные отзывы, я надеюсь, снижение вот таких аварийностей с участием самокатчиков. На основе анализа уже будет виден результат. Ну, проект планируется это вот с 1 мая и по 1 октября. Мы просим наших уважаемых, почетных гостей вскрыть плиту. В день города 12 июня у Стелла Уфа, город трудовой доблести, вскрыли полувековую капсулу. Она была заложена 50 лет назад, в 1974 году, в рамках празднования 400-летия столицы Башкирии. Рамус Буизитович, вам выпала честь достать капсулу из ниши. Ура! Это послание нам, жителям 21 века. Мы откроем сегодня, как нам завещали наши предки. Предложил возложить капсулу времени первый секретарь горкома комсомола Уфы Валерий Жорский. По словам его супруги Галины, он также составлял текст послания потомка. Мы не сомневаемся в том, что вам по плечу самые масштабные, самые грандиозные дела. Мы завещаем вам благополучие нашего города, республики, родины, юноши и девушки. Помните о великих свершениях своих дедов и отцов. Приумножайте богатство нашей отчисли. Галина Ежорская с сыном Романом тоже присутствовала на закладке капсулы. Правда, все происходило не летом, а осенью, в ноябре 1974 года. Как признается женщина, то событие сложно назвать торжественным. Все было скромно, а погода пасмурной. Что написано в послании, Галина Ежорская узнала только сейчас. Содержательная часть этой капсулы, она была никому не известна. Очень ограниченному кругу лиц. А он вам рассказывал, что там написано? Нет, это была тайна. Помимо письма поколению 21 века, капсула также содержала пригласительный билет на конференцию в честь юбилея столицы Башкирии, программу этого мероприятия, а также два номера газеты «Вечерняя Уфа». Видимо, возложение послания будущим потомкам станет традицией. Глава республики Радихабиров объявил, что 31 августа заложат новую капсулу на следующие 50 лет. Любой желающий может принять участие и внести свой вклад в историю города. Слова и вещи, которые вы хотите передать будущему поколению, отправляйте в Музей истории Уфы. Розелил Дажбаев, Игорь Яковлев, телеканал ЮТВ. Федор Иванович Шаляпин. Знаковая фигура не только для отечественного, но и мирового искусства. Но прежде чем стать легендой, певца ждал долгий и тернистый путь. Одним из городов, определивших музыкальную судьбу Шаляпина, была Уфа. Неудивительно, что в башкирской столице, в восстановленном особняке купцов Соловьевых на улице Свердлова, в этом году в честь него открыли музей. В этом музейном зале воссоздана музыкальная Уфа тех лет. Шаляпин приехал не на пустое место. Здесь была очень хорошо сдобренная музыкальная почва. И уфинцы очень любили музыку. Всего в музее пять экспозиционных залов. Они оформлены в стиле интерьера конца 19-го, начала 20-х веков. Причем не только богемных мест, но и весьма невзрачных. Во втором зале воссоздана комната уфимского дома, в котором обосновался Шаляпин. Он описывал, что я снимал подвальную комнату, окна, которые выходили на тротуар прямо. И мелькали там за окном ноги прохожих, ходили, клевали, значит, важные куры. Впрочем, подолгу в комнате оперный певец не сидел. Проводя большую часть времени в театре. Шаляпин принимают в Уфу, в антрепризу Семенова Самарского. Шаляпин взят вторым басом в хор. А затем Шаляпину выпал счастливый случай. И он из хорового многоголосия получает возможность выйти на первый план. Один из солистов, когда ставилась опера «Галька», и уже были анонсы по Уфе, вдруг отказался петь партию Стольника. Что делать? Семенов Самарский у труппы собранный, спрашивает, кто споет. Шаляпин, вы споете? И Шаляпин писал мне бы ответить, не смогу. А я сказала, смогу. Через два дня он уже пел. Выступление прошло удачно. Шаляпин сорвал аплодисменты, после которых у него возник курьез. Он никак не ожидал. Он думал, как это, к мне, что ли, это? А ему дирижер из оркестровой ямы говорил, кланяйся, кланяйся, черт. Потом шипел, кланяйся, черт. Получилось, он кланялся, кланялся, отходил к креслу. Один из хористов пошутил. Отодвинул кресло, и юный дебютант своего двухметрового роста упал. Толщинки поехали, грим размазался. Шаляпин плакал, а потом вспоминал, что это хорошая примета на первом спектакле, сесть мимо стула на глазах у публики. С тех пор он до конца жизни зорко следил за креслами на сцене. В Уфе Шаляпина можно было встретить не только в стенах театра, но и совершающего прогулки по Большой Казанской. Сейчас всем нам она известна как улица Октябрьской революции. Идет и, встретив кого-то, увидев мало-мальски знакомого или просто солидного, привлекательного для него, он достает часы картину, смотрит на время и чувствует себя абсолютно счастливым человеком. Вот он уже артист. И даже делает первую в жизни фотографию у нас на Большой Казанской. Это единственная его первая фотография. Из Уфы Шаляпин на поезде едет в Златоуст играть в оперете «Синяя борода». Но оказалось, что в Башкирии был оставлен самый главный реквизит. И когда приезжают, обнаруживают, что не взяли синюю бороду. Что делает Шаляпин? Он отрезает свои длинные волосы, красит их в синий цвет и отдает Семенову Самарскому. Тот удивленный, говорит, Федор, как же ты будешь теперь выступать в таком виде? И Шаляпин ему отвечает, если бы не нужно было отрезать палец или ухо, я бы сделала это ради театра. Вот такая преданность была театру. Следующий зал воспроизводит гримерку Шаляпина в Мариинском театре. Кстати, этот комод принадлежал друзьям певца и был привезен в Уфу из плеса. К своим образом артист всегда относился скурпулезно и достиг мастерства перевоплощения. Он мог выглядеть вот таким и худощавым, и несчастным, и человеком-деспотом, человеком злобным, как Ерюмка. То есть ему было подвластно все. Причем перевоплощать Шаляпин умел не только себя. Однажды ему нужно было сделать из плотной лошади худую клячу для фильма «Дон Кихот». И он загримировал эту клячу, нарисовал ребра и, в общем, добился того, чего он хотел. Свои образы певец рисовал сам и дружил со многими известными художниками, среди которых был и знаменитый уфимский художник Нестеров. Пятый зал музея – самый главный. Он посвящен периоду мировой славы певца. Здесь находятся уникальные экспонаты. Последняя пластинка Федора Ивановича записана в Японии. В 1936 году с его выгравированной подписью. Это подлинные вещи Федора Ивановича Шаляпина, предоставленные дочерью Ириной Федоровной для Шаляпинского центра и в дальнейшем переданные нашему музею. Фотографии Федора Ивановича Шаляпина подлинные, с его автографом коллегами подписаны. Подобная вторая такая находится в Королевской опере Стокгольме. Кроме своей основной задачи – хранения и демонстрации экспонатов, в зале проводятся концерты. В будущей череде музыкальных салонов стало выступление флейтиста Владимира Семина и пианистки Алины Кругликовой. К слову, музей совершенно не скучный и рассчитан на взаимодействие с посетителями. Здесь и виртуальные витрины, и монофоны, с помощью которых можно услышать пение оперных исполнителей прошлых лет и современности. Со вторника по субботу любой желающий может лично в этом убедиться. Билеты можно приобрести в кассах музея. Артур Бигнов, Роман Седов, телеканал ЮТВ.